В апреле этого года исполнилось бы 100 лет известному детскому писателю Сергею Петровичу Алексееву. Историческое прошлое нашей Родины стало главной темой его творчества. За книгу «100 рассказов из русской истории» решением международного жюри имя писателя включено в почетный список Гэмса Христиана Андерсена с вручением его почетного диплома имени великого датского сказочника. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию книгу «О доблести и славе». Почему стоит прочитать книгу Сергея Алексеева «О доблести и славе»? Да потому, что там просто, правдиво и увлекательно рассказывается об историческом прошлом России, о знаменательных событиях, решающих битвах и парадах, о героических подвигах людей. В повести «Лебединый крик» Сергей Петрович пишет об освобождении Руси от многовекового монголо-татарского ига и доблести русских ратников. «Небывалое бывает» – это рассказы о царе Петре I и его морских баталиях за выход к Балтийскому морю. Также из книги вы узнаете о походах Александра Васильевича Суворова и о подвигах простых солдат, о великих отечественных войнах с Наполеоном в 1812 году и с гитлеровскими захватчиками в 1941-1945 годах. Главы книги состоят из коротких, но вполне завершенных рассказов, в которых крупный план чередуется с общим, юмор соседствует с героикой, исторический факт с историческим анекдотом. Писатели интересуют те события, в которых ярче всего проявляется человеческий характер. Он пишет о храбрости, честности, мужестве и патриотизме, о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни. В его повестях и рассказах непостижимым образом стираются грани времени, что делает историю близкой, понятной и интересной. Произведение отличает великолепный, точный и образный язык. Книги содержат массу интересных сведений и привлекают в доверительной интонации повествования. Любовь к родине, ее защита во все времена, при умножении ее славы и могущества – таковы главные добродетели и выдающихся исторических личностей, изображенных писателем и безвестных героев из народа. В детской литературе Алексеев – один из лучших, кто рассказал детям об истории нашей страны за период с середины XVI до середины XX века. И, безусловно, один из лучших, кто рассказал детям о том, что видел сам – о Великой Отечественной войне. Ему удалось доступно и увлекательно рассказать о сложнейших событиях далекого и недавнего прошлого, приблизить к юным читателям образы выдающихся исторических деятелей – Дмитрия Донского, Петра I, Екатерины Великой, Александра Суворова и Михаила Кутузова – полководца Великой Отечественной войны. Как сказал Сергей Алексеев, велика наша Родина. Много сложного и нелегкого было в ее истории, много прекрасного и великого. У нас есть, что вспомнить и чем гордиться. Перед вами рассказы о том, что было, о нашем Отечестве и народе. Сергей Алексеев. Небывалое бывает. Рассказ Бабад Барабыка. Бабад Барабыка был барабанщиком в бомбардирской роте. На всю армию не было второго такого умелого барабанщика. Выбивал Барабыка и маршевую дробь, и все сигналы воинские знал исправно. А еще Барабыка был известен тем, что разговаривал с самим генералом Горном. Было это так. 30 июля, в воскресенье, русские начали обстрел Нарвы. Стреляли по бастионам Виктория и Гонор. Отсюда, пробив в стене брешь, хотели штурмовать город. Семь дней не отходили от пушек бомбардиры. Не отходил и Барабыка. Отложив в сторону барабан, подтаскивал ядра, засыпал в пушке порох. На восьмой день бастион Гонор осел. Земляная насыпь вокруг него обвалилась. Ну, заговорили солдаты, теперь готовься к штурму. В это самое время Барабыку вызвали к царю. Посмотрел Петр на раскосые глаза Бабада. — Татарин? — спросил. — Калмык, — ответил Барабыка. — Ишь ты, — усмехнулся Петр. — А тоже солдат. — Барабанщик я, — ответил Барабыка. — Вот ты мне и надобен, — сказал Петр. — Пойдешь к крепости, передашь письмо нарвскому коменданту. — Да смотри, иди осторожно, — напутствовал Петр. — Бей в барабан шибче, говори, что ты есть российский парламентер. Пошел Барабыка. Бьет в барабан, что есть силы. Заметили шведы солдата, перестали стрелять. — Кто такой? — закричали. — Я и есть парламентер российской армии, — отвечает Барабыка. Скрипнули железные засовы тяжелых крепостных ворот. Одна из творог их медленно приоткрылась. Барабыка пошел в крепость. А что было дальше, вы узнаете из книги Сергея Алексеева о доблести и славе.